здравствуйте друзья доброе утро вторник 28 февраля 2017 года последний день месяца у нас и я так может быть обзорчик такой вам дам о чем пишут о чем говорят все что в стране происходит сегодня должен выступать президент сша доналд трамп должен выступать перед таким сводным заседанием обеих палат конгресса это традиционная такая вещь это в жизни каждого нового президента происходит это происходит обычно в феврале и вот мы как бы тоже не выходим за рамки февраля и как правило это эта встреча вот это выступление используется для того чтобы четче определить как именно будут реализовываться те или иные моменты в повестке дня вот то что президент считает существенному скажем там для обама это был была реформа здравоохранения там и вопросы экологии там и так далее для президента джорджа буша второго джорджа дабл ю буш для него это были вопросы налоговой реформы снижения налогов так далее то есть как бы здесь происходит уточнение позиций и в этот раз она не так поскольку сказать что конкретно хочет сам сам президент сложно потому что там много народу как-то четко не прописано чего чего они хотят так они вроде это хотят и это хотят и противоречит там друг другу очень сильно поэтому в на блумберге была статья которая называлась что вот наконец-то у трампа есть шанс сказать что он все-таки хочет и очень многие люди говорят что даже не надейтесь ничего он такого не скажет и там будут на такие прогнозы что именно будет сказано вот говорят наверное год половина речи будет посвящена тому что пресса плохая и она его обижает например вот чего-нибудь такое но как бы не ожидается не ожидается что там будет много конкретики хотя уже некоторые некоторые спекулятивные такие моменты на фондовых рынках они присутствуют они присутствуют с момента выборов то есть в ожидании там снижение налогов и так далее уже там акции пошли вверх но есть некоторые индустрии которые завязаны конкретно на те реформы который наверное хочет провести трамп но в частности например большое строительство в области инфраструктуры то есть есть компании которые этим занимаются соответственно ожидаются что у них прибыли вырастут но и не только инфраструктуры но вот забор например там поставить на мексиканской границе да это же сколько там нужно всего и и цемента и там рабочих и техники и так далее вот но и в общем да непонятно чего делать со здравоохранением вот вдруг сейчас прозвучала фраза от самого трампа да говорят что кто же мог там представить что здравоохранение такая сложная фигня ну то есть он как-то так сказал не не дословно но вот кто же мог представить что так все запутано действительно поэтому очень внимательно следят час за за тем что он скажет люди которые инвестируют в акции того что связано со здравоохранением там и фармацевтическая промышленность и так далее вот ну ну поглядим я я я не знаю я честно говоря не рассчитываю что он что-то конкретно прояснит потому что это было бы существенное противоречие с тем что мы видели до сих пор то есть вдруг в один день он вдруг вышел и начал изменил себе да вот я как-то я этого пока не вижу еще интересная статейка сегодня с утра я прочитал о том за счет чего растут фондовые рынки то есть мы понимаем что это как бы спекулятивные мы понимаем что люди ожидают каких-то прибыли их нет но они их ожидают и в силу этого вот закладываются значит несут деньги и вот была значит такая расшифровка данная серьезной компании там есть аналитики очень серьезной компании джей пи морган и морган стендли и вот они проанализировали денежные потоки и выяснилось несколько занятных фактов вот за последнее время значит было людьми вложено там свыше 84 миллиардов долларов в покупку акций причем говорят они в основном это вот такой частный инвестор ну можно сказать граждане ну или так те граждане которые инвестируют у них может быть по-разному это проявляться кто-то пенсионным планом своим там оперирует так как-то активно кто-то просто какие-то денежки держит при том что 84 миллиарда долларов пришло там где-то 14 миллиардов долларов ушло эти 14 миллиардов долларов вынули именно инвестиционные фонды поскольку там более профессиональный менеджмент и они как бы хотят видеть собственно ну что-то из-за чего деньги там приносятся или уносится у них ощущение спекулятивности этого всего иначе они деньги забирают а индивидуальный инвестор деньги понес мало того есть такое понятие пассивный пассивные инвестиции это когда деньги вкладываются не конкретно в акции там не знаю форда или там microsoft а когда деньги вкладываются в такие индексные фонды то есть есть некий индекс индексов много индексов много но там джон до джонс там nasdaq и так далее и вот есть есть индексы и дальше этот индекс составлен из акции какого-то количества компаний и как каждая из этих компаний представлена в какой-то пропорции там вот есть этот индекс и индексы не растут может быть так стремительно как иной раз там какие-то конкретные акции но зато они и не грохываются также стремительно как акции каких-нибудь компаний поэтому индекс он более стабилен то есть ты растешь с индустрией вместе с индустрией ты пишешь вот я расту там скажем с технологическими индексами то вот этот как у нас технологии растут я с ними вот или там какие-то более крупные компании да там в индексе до джонса и вот если в целом как бы страна растет то и ты как бы с ней растешь очень много денег идет именно в эти вот индексов пассивное инвестирование то есть люди не то чтобы они знают куда положить но они говорят ну в целом ожидаем рост поэтому в индекс положим и будем сам с индексом расти вот не рискуя сильно потому что в принципе довольно много денег в инвестментах это деньги как бы пенсионные либо либо это уже пив пенсионных там планах у людей либо ну так или иначе связано с пенсионным планированием пожил ну и вообще терять деньги то кто хочет вот так очень много инвесторов которые как бы им для них не потерять важнее чем там сильно заработать поэтому разные степени риска но пишут что сейчас люди активнее берут на себя риски то есть вот скажем сразу после кризисов каких-нибудь да народ больше на стороне безопасности а когда начинает пахнет пахнуть чем-нибудь таким прибыльным они теряют голову и начинают брать на себя повышенные риски вот сейчас такой момент когда люди начинают брать на себя повышенные риски они охотнее рискуют деньгами вот такие интересные наблюдения из последнего давайте я может быть еще что то скажу пару слов есть как бы такая тема она много обсуждается ну за задал эту тему сам президент трамп но эта тема так называемых фейк ньюс то есть когда берут новости и из ничего ее делают причем обманывают то есть когда новость делается из ничего это обычное дело но когда новость делается обман но то есть берут что-то полуправду не такую правду там исказят выдернут и так далее вот это вот как бы такие фейк ньюс и вот трамп как бы считает что средства массовой информации против него ведут такую как бы беспардонную такую кампанию где сплошные фейк ньюс происходит и он как бы пытается периодически их заткнуть ну то есть действительно происходит не просто что-то сказал а вот вся его это арава тоже начинает кричать про эти фейк ньюс там и так далее и так далее вот в частности несколько дней назад он так сказал что вот вот они там что-то говорят а где где источники где источники кто сказал вот там где-то там нью-йорк таймс говорит что вот там есть там несколько человек которые что-то там им сказали но не негласно сказали так сказать без без объявлений источников и он говорит а кто сказал что их там не на 9 а может быть их там два может быть там и одного то нет что кто чего и тут очень интересная вещь дело в том что вот например несколько лет назад например трамп очень цитируется в прессе вот трамп недоволен но ты посмотри несколько лет назад он сказал дословно у меня есть абсолютно достоверные источники утверждаю подтверждающие что президент а обама не родился в соединенных штатах и он не имеет как бы никакой легитимности как президент и не было ссылок на источники и он потом признал что это не совсем так что он в общем отказывается от этих слов там и так далее но что я хочу сказать что трамп является основным производителем вот этих вот fake news то есть абсолютная ложь полная чушь собачья там типа но начиная вот там больше народа пришло на его инаугурацию чем там на обам бред полный там 5 миллионов от 3 до 5 миллионов нелегалов голосовала где твои источники ну давай ну начни с себя где твои источники вот поэтому да это все на каждом шагу практически все что он говорит какая чудовищная ложь и я даже думаю что если бы появилась хорошая новость какая-то то он бы все равно из нее сделал fake news то есть важно не какая новость а важно кто ее и и с чем он там например вот феврале снизилась национальный долг национальный долг снизился там на 12 миллиардов что-то такое и вы понимаете что допустим если продали вот в этом месте сколько-то облигации и погасили сколько-то облигации то вот эта разница она даст либо плюс либо минус ну этот национальный долг каждый месяц скачет на куда-то немножко плюс немножко в минус вот в силу того что облигации покупаются продаются там но никакого отношения к трампу это не имеет ну то есть совсем уж особенно то что касается вот там феврале когда он собственно еще не успел даже очухаться и команду нанять то есть как бы все что происходит это результат того что когда-то там делал обама и вот сейчас мы это немножко видим но это собственно несущественно но упал или или упал или снизилась не имеет никакого или повысилась ними значит но тем не менее он будет вот посмотрите на эти fake news говорит он никто не сказал что вот мол спасибо трампу значит вот у нас понижается там долг национальный то есть он берет какую-то новость правдивую до 12 миллиардов сократилось и дальше делать это фейк что якобы он к этому имеет отношения но дело даже не в этом он говорит и никто не написал что вот 12 миллиардов сократился долг в первый месяц моего президентства и на 200 миллиардов он вырос во время президентства обамы но это уже совсем как бы я даже не знаю наверно он верит в это но но вообще для того чтобы эту новость принять за что-то нужно быть редким я даже не знаю кем не хочется плохих слов говорить но обама принял страну не в абсолютно замечательном состоянии как трамп а он принял ее в чудовищной катастрофе просто катастрофе и значит да и был заимствование были это правда но но надо надо было страну спасать поэтому если человек этого не знает или или не понимает или специально лжет вот как понять он специально лжет или или дебил откровенный ну как поэтому не исключено что и то и другое так как бы я не не могу не могу брать на себя ответственность как бы определять причину но бессмысленность вот этого вот она как бы очевидно так вот я к чему говорю что если пресса заткнется то я я не хочу прессу как бы там выгораживать они они безусловно не добросовестные не те не другие тут никаких никаких нет даже сомнений в этом они предвзяты и так далее но если заткнуть прессу которые критикуют трампа то все что нам останется это fake news у нас не останется ничего кроме фейка абсолютного полного бессовестного беззастенчивого торжествующего с миллионами вот этих вот кричащих ура там и так далее на своего фюрера поэтому такая вот интересная штучка я приехал необычный маршрут может быть вы заметили я просто должен сдать анализ крови счастливо